Добрый вечер, в эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии телекомпании Черкесского Тима Куршева. О главных событиях и значимых моментах жизни республиканской столицы за нашу неделю, в репортажах наших корреспондентов. Итак, сегодня в программе. По призыву главы республики во всех муниципальных районах были открыты пункты приемов, партийные пункты приема, куда любой житель республики мог принести свою желаемую лепту. Продукты питания и средства личной гигиены. Еще более 11 тонн груза гуманитарной помощи направлено в Донбасс из Карачао-Черкесии. 8 должностных лиц уволены, 36 осуждены. В прокуратуре республики традиционно подвели итоги работы надзорного органа в сфере противодействия коррупции. Полюбоваться на Эльбрус Третьяковской галереи. Начинающий фотограф из Черкесии Ростислав Пудаков стал победителем Всероссийского фестиваля. Главное, чтобы хорошо положили. И чтобы вода стекала. Весна, пора обновления. Сколько тротуаров и дорог Черкеска капитально отремонтируют в этом году. Где работает лучший воспитатель. В Черкесске подвели итоги муниципального этапа конкурса профессионального мастерства среди работников детских садов. Вернулись за парты. Спустя годы в столице Карачао-Черкесии родители выпускников сдали единый госэкзамен. Самоборона без оружия. С начала марта в столице Карачао-Черкесии прошло сразу два всероссийских турнира по спортивным единоборствам. Кубок президента Союза Тэквондо и турнир по самбо памяти депутата Народного собрания Карачао-Черкесии Мухаммеда Кунижева. Жители Карачао-Черкесии, обеспокоенные судьбой людей на Донбассе, продолжают собирать гуманитарную помощь. На этой неделе из нашей республики отправился еще один большой груз с продуктами и товарами первой необходимости. В это же время в Черкесске проводятся патриотические акции. Обо всем подробнее в нашем сюжете. На этом складе собрано все, что принесли в пункты приема гуманитарной помощи жители республики за последнее время. Здесь и продукты питания, и вода, и теплые вещи, и одеяло, и детские игрушки, и еще многое другое. Но в машины в первую очередь грузят то, в чем наиболее нуждаются сейчас люди на Донбассе. В список необходимого на этот раз попали рис, гречка, пшонка, макаронные изделия, чай, кофе, а также средства личной гигиены. Сегодня мы сделали акцент на крупах, потому что сейчас это наиболее актуально востребовано, как нам сообщили. До этого отправили два груза, делали акцент больше на воде и на каких-то других вещах. Понятно, что люди, находящиеся на Донбассе, сейчас в весьма трудной ситуации, и любая помощь им жизненно необходима. Это уже третья машина с гуманитарным грузом, которую отправляет наша республика. Отметим, что сбор помощи беженцам был открыт в конце февраля по инициативе члена Высшего совета Единой России, главы Карачева Черкесии Рашида Тимрезова. Региональное отделение партии и правительство совместно с администрациями городов и районов организовали пункты приема. За это время неравнодушные жители нашей республики, а также представители бизнес-сообщества собрали несколько десятков тонн груза. Партийцы благодарят всех, кто не остался в стороне. По призыву главы республики во всех муниципальных районах были открыты партийные пункты приема, куда любой житель республики мог принести свою желаемую лепту. Принести туда либо продукты питания, либо новую одежду, детское питание, уходовые средства. Соответственно, здесь оно сортируется? Значит, после того, как каждый пункт приема поступает, идет накопление определенного объема товаров, они поступают сюда, здесь аккумулируются по видам продуктовые, бытовые, средства ухода, гигиенические и так далее. И уже запаковываются в палеты, отсюда централизованно отправляются в пункты, где дальше уже они поступают либо к беженцам, либо вот сейчас они будут в Донецкую, Луганскую республики поступать. 15 марта машина выехала в город Армянск, республики Крым, где находятся склады с гуманитарной помощью. После будут сформированы колонны МЧС России. Они направятся непосредственно в Донецкую и Луганскую народные республики и в пострадавшие города Украины. Вместе с тем, на днях, чтобы поддержать морально российских военных, на улицы города Черкеска вышли представители Народного фронта. Они раздавали прохожим и автомобилистам георгиевские ленточки. Мы проводим акцию в поддержку наших солдат в спецоперации на Украине. Если возможно, разместите куда-нибудь ленточку или где. Спасибо. Георгиевская лента является одним из самых узнаваемых символов победы в Великой Отечественной войне. Однако в наши дни её ношение приобретает уже другой смысл. Эта акция проходит сейчас по всей России. Общероссийский народный фронт всячески поддерживает наших солдат в спецоперации на Украине. И акция называется «Поддержи наших солдат». Мы раздаём георгиевские ленточки с просьбой, чтобы водители, пассажиры разместили у себя их где-то на одежде, на автомобиле, в салоне автомобиля, на видном месте. Эта акция очень важна. Любая поддержка сейчас нашим солдатам нужна, потому что именно этого им сейчас не хватает. Напомним, что георгиевская лента в истории России появилась в 1769 году. Тогда императрица Екатерина II учредила награду для офицеров русской армии. Вручали её за личную храбрость, проявленную на полях сражений. Носить орден Святого Георгия полагалось на двухцветной ленте. На минувшей неделе в Черкесске отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией. 8 лет назад, 16 марта 2014 года, состоялся референдум, на котором жители Крыма и Севастополя высказались за возвращение в состав России. Спустя два дня соответствующий договор подписал президент России Владимир Путин. В минувшую пятницу в парке Зелёного острова региональной столицы прошёл праздничный митинг-концерт. Праздничное мероприятие, посвящённое годовщине воссоединения Крыма с Россией, началось с оставшего уже традиционным шествия. Сотни волонтёров пронесли российский триколор, спустив его со стелы «Дружбы народов» к городскому амфитеатру. Здесь состоялся митинг-концерт. В нём приняли участие представители органов власти, трудовых коллективов, общественных и политических объединений, а также неравнодушные горожане. Со сцены звучали поздравления с восьмой годовщиной Крымской весны, а также слова поддержки специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Я убеждён, что все присутствующие сегодня на этом мероприятии поддерживают жителей Донбасса на их пути к свободе и независимости. И считают действия нашего национального лидера необходимым, стратегически верным ответом на нарастающие угрозы. Несмотря на недружественные попытки других стран дестабилизировать экономику нашей страны, внести разлад в наш единый многонациональный народ, в том числе с помощью огромного потока фейков, информационных атак и вбросов, свести к нулю результаты, достигнутые за последние 20 лет, мы видим, как сильна наша великая страна и то, что нас не испугать. Сила в правде, а правда на нашей стороне. А сложности всегда делали нас только сильнее. Крым стал российским регионом в марте 2014 года, после референдума, на котором почти 97% избирателей в полном соответствии с международным правом высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает эту территорию своей, но, как сказал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Я поздравляю вас с восьмилетием возвращения Крыма и Севастополя в Россию. Чтобы понять, почему было принято такое именно решение, нужно просто знать историю России, нужно просто знать историю Крыма, понимать, что значит Крым для России и понимать, что значит Россия для Крыма. Мы знаем, что это был трудный, нелегкий путь, мы все это видели. И за эти восемь лет мы смогли с вами оценить и друзей нашей страны, и врагов. Россия показала, что умеет принимать решения и умеет их отстаивать. Выступающие на митинге отметили правильность решения крымчан и рассказали о переменах, которые принесла Крымская весна. Сегодня республика динамично развивается. За прошедшие восемь лет было сделано больше, чем за предыдущие двадцать. Согласно данным в ЦИОМ, и сегодня свыше девяносто процентов жителей полуострова положительно оценивают воссоединение с Россией. Сегодня не только Крым, но и вся страна отмечает присоединение полуострова к России. Для жителей Карачаева-Черкесии, для членов общественной палаты КЧР, эта дата, безусловно, символизирует свободу и единство народов. Это событие имеет большое значение в новейшей российской истории. Встречать Крымскую весну вместе и ярко – это уже традиция. Праздничное настроение участникам прошедшего мероприятия подарили артисты Государственной филармонии. Со сцены звучали известные патриотические песни. Головы вверх, года поднять, за тебя, Родина-мать, мы до конца будем стоять, за тебя, Родина-мать. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Есть такая примета. Как только наступает весна, на улицах республиканской столицы появляются рабочие бригады. Около недели назад строители приступили к обновлению тротуаров Черкеска. А в ближайшее время планируется продолжить капитальный ремонт дорог. Какие участки пешеходных зон и автомобильных магистралей преобразятся в этом году, мы поинтересовались у заместителя начальника управления ЖКХ мэрии города Черкеска Равиля Тикеева. Первая половина марта была непривычно холодной. Но, несмотря на это, на улицах республиканской столицы появились рабочие бригады. Капитальный ремонт тротуаров Черкеска в этом году начали с улицы Ленина. Сейчас рабочие снимают слой старого асфальта. Кое-где строители уже поменяли бордюрный камень и подготовили подушку для дальнейших работ. Пешеходные дорожки по улице Ленина от переулка Одесского до Умара Лива будут уложены тротуарной плиткой. Срок эксплуатации плитки намного больше, чем срок эксплуатации асфальта. И было принято решение уложить именно новую современную большую плитку на центральную улицу города Черкеска. Будут делать теперь плитку, не будет асфальта. Это как бы за или против? За, за, конечно. Главное, чтобы хорошо положили. И чтобы вода стекала. Вода стекала? Да, вода стекала, чтобы потопок не было. Здесь и надо луфтки большие стояли раньше. Вот так. Я не местная. Я приехала к детям в гости. Я с Брянщина. Поэтому вообще город вот. Я здесь училась. Много изменений. Красивый город. Все благоустраивается. Зеленый остров очень нравится. Тоже там порядок и плитка, и все везде. Необходимо было. Почему? Там было все разбито. И было некрасиво. А теперь будут класть плитку вместо асфальта. Хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Почему? Просто красиво и удобно ходить. Всего современным плиточным покрытием будет обустроено более полутора тысяч метров городских тротуаров. Старый асфальт, который весь уже в ямах и выбоинах, будет заменен на плитку из двух сторон по улице Копсомольской. Работы проведут от Международной до Кубанской. Строители трудятся и в Центральном парке Черкеска. Одно из любимых мест отдыха горожан тоже должно в скором времени преобразиться. Напомним, что в прошлом году жители республиканской столицы проголосовали за реконструкцию этого парка. Сейчас здесь также строят новый фонтан. В рамках благоустройства парка предусмотрена замена всего существующего плиточного покрытия. Это около 10 тысяч квадратов плитки. Там также планируем завершить работы к концу мая текущего года. Уже начались демонтажные работы. Там тоже ежедневно присутствует по 15 человек на объекте и 5 единиц техники. В прошлом году в республиканской столице было отремонтировано около 5 километров пешеходных зон. Были обустроены участки по 9 улицам – Крылова, Чехова, Южно-Первомайской, Фабричной, Парковой, Восточной, Кавказской и Ленина. Жители этих улиц ранее обращались в мэрию Черкеска. При составлении списка участков, подлежащих ремонту, учитывается мнение горожан. Понятно, что исполнить пожелания всех одномоментно не получится. В первую очередь ремонтируют те пешеходные дорожки, которые наиболее нуждаются в этом. Отдельное внимание уделяется благоустройству тротуаров возле социально значимых объектов. Участки под ремонт выбираются по обращениям граждан. Также рассматриваются тротуары к подходу к социально значимым объектам – это больницы, школы, детские сады. В этом году было принято решение о ремонте именно центральной улицы города Черкеска. В этом году тоже наращиваем темпы. Планируется около 5 километров тротуаров с асфальтобетонным покрытием. Уже формируется список на основании обращений граждан. И в ближайшее время уже приступим к работам. До того, как приступить к капремонту тротуара, власти республиканской столицы направили средства на дороги. В минувшие годы были приведены в порядок практически все основные транспортные артерии республиканской столицы. Безусловно, по ровной дорожной глади намного приятнее передвигаться, чем лавируя между ямами. Теперь в планах руководства мэрии капремонт дорог частного сектора. Как только погода нормализуется и на улице будет плюсовая температура, планируется приступить к работам. Программа безопасной и качественной дороги продолжается. Она у нас будет идти до 2024 года. В текущем году планируем отремонтировать 27 участков автомобильных дорог. Это около 13 километров. Уже на сегодняшний день ведутся конкурсные процедуры. И в конце апреля планируется уже приступить к работам по ремонту дорог. Сейчас список улиц республиканской столицы, на которых планируется обновить дорожное полотно, находится на стадии согласования. Напомним, что за несколько лет по нацпроекту безопасные и качественные дороги в Черкесске удалось отремонтировать более 40 километров городских агломераций. Вадима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Решением оперативного штаба Совета безопасности Российской Федерации во всех регионах страны в эти дни проводятся проверки готовности личного состава и техники подразделения МЧС к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. 17 марта штабная тренировка прошла и в столице Карачао-Черкесии. Для решения учебных задач по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодия и защиты от природных пожаров была привлечена группировка сил в составе 230 человек и около 80 единиц техники. Их готовность к действиям по предназначению проверяли начальник главного управления МЧС России по Карачао-Черкесии Александр Голоколенко и председатель правительства Карачао-Черкесии Мурат Аргунов. Автомобили пожарных, спасателей, скорой медицинской помощи, специальная техника выстроились 17 марта на Большой площади возле улицы Шоссейной города Черкеска. У проезжавших мимо водителей наверняка невольно возникал вопрос, что случилось. Но, слава Богу, пока ничего. А если и случится, то есть кому ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Проверки готовности сил и средств к предстоящему паводкоопасному и пожароопасному периодам в эти дни проводятся во всех регионах Российской Федерации. В Карачао-Черкесии смотр проводили начальник главного управления МЧС России ПОКЧР Александр Голоколенко и председатель правительства республики Мурат Аргунов. Республиканская аварийно-спасательная служба, лучшая на Кавказе. Экипированы гидравлика, лепёдки, верёвки для доставки пострадавших в медицинское оборудование. В прошлом году в рамках обновления парка получили новый катер для работы у нас на наших подоёмах. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧАЭС объединяет силы и средства федеральных и местных органов исполнительной власти, а также профильных организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проверяющие обошли каждое подразделение. Профессиональные спасатели, пожарные, медики, полиция, аварийные оперативные бригады электросетей, водоканала, Росгидро, газораспределение – все они в случае бедствия должны работать во взаимодействии как один слаженный механизм. При необходимости им на подмогу придут и силы второго эшелона, к примеру, казаки или даже студенты. Студенты выпускного курса Кишахарского аграрно-технологического колледжа в количестве 10 человек проходят обучение по специальности защиты от чрезвычайных ситуаций. Готовы по первому распоряжению руководства выехать для оказания помощи силам МЧС для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Проверка готовности сил и средств к предстоящим сезонным рискам не ограничится смотром и штабной тренировкой. 28 марта планируется провести и практические учения. В рамках этой проверки будут проводиться учения по ликвидации лесного пожара и паводка в Карачаевском муниципальном округе. Это с участием и муниципальных образований, с участием МЧС по Карачаево, главного управления МЧС по Карачаево-Черкесской республики. И в ходе учения будет выстраиваться вся логистическая цепочка взаимодействия муниципалитетов и МЧС в нашем регионе. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели. Сколько фактов дачи и получения взяток было выявлено в прошлом году? Сколько уголовных дел возбудили по материалам прокурорских проверок? И какое наказание получили чиновники и служащие за свои незаконные действия? Прокуратуре республики традиционно подвели итоги работы надзорного органа за год в сфере противодействия коррупции. Журналистами региональных СМИ встретился старший помощник прокурора Карачаево-Черкесии Радмир Поташев. Это элитные автомобили оценочной стоимостью 15 рублей. Ну и в завершение хотелось бы сказать, судами республики рассмотрено миллионов рублей, я прошу прощения, оценочной стоимостью 15 миллионов рублей. Такие автомобили, как Бентли Флюген, BMW 7 серии, Toyota Land Cruiser. Автомобили представительского класса, элитное жилье и дорогостоящие земельные участки. Все, что нажито непосильным трудом, теперь обращено в пользу государства. Некоторые чиновники нашей республики, по словам сотрудников прокуратуры, жили на широкую ногу. Их расходы значительно превышали официальную заработную плату. Более зрения правоохранителей попало имущество не только самих коррупционеров и взяточников, но и их близких родственников. Причиненный ущерб государству. По оконченным преступлениям ущерб, причиненный государству, составил 608 миллионов рублей. Из них на 556 миллионов по требованиям прокурора, следователям приняты обеспечительные меры и наложен арест. Вот если с учетом принятых обеспечительных мер наложение ареста на имущество, хочу сказать, что практически нами гарантирован возврат государству части хищения бюджетных средств на 91%. В прошлом году правоохранителями было возбуждено более 130 уголовных дел коррупционной направленности, 15 из которых по фактам взяточничества. Кто-то получил условный срок, кто-то поплатился должностью, а кто-то свободой. Проверки прошли и проходят в различных учреждениях. Нарушали закон представителях различных сфер деятельности. Среди них есть и руководители, и простые служащие. Судами республики у нас рассмотрено 35 уголовных дел в отношении 36 должностных лиц. У нас все они осуждены. 8 должностных лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления Карачаева Черкесской республики, по актам прокурорского реагирования были в досрочном порядке уволены с замещаемых должностей. Выявлено было также у нас 7 фактов, когда должностные лица нарушали установленные антикоррупционные законодательства запреты в части получения подарков в связи с проведением официальных мероприятий и неуведомлений, не сдачи их в установленном законодательском порядке. В поле зрения прокуроров попали и те служащие, которые получили щедрые подарки. Напомним, что закон не запрещает дарить или принимать презенты, но они должны быть не дороже 3000 рублей. К тому же учитывается, при каких обстоятельствах был получен подарок. Одно дело, если пациент решил отблагодарить врача за внимание и заботу, коробка и конфет, другое, если чиновник получил деньги в конверте. Если такой презент посчитают взяткой, то широкий жест обернётся кучей проблем, как для получателя, так и для дарителя. Председатель общественной палаты Крачево-Черкесии Елена Лешова высказала своё мнение относительно методов борьбы с коррупцией. Что всегда всё-таки уменьшает коррупционную составляющую, это мне всегда нравится, это технологические изменения. Не зря мы живём в цифровую среду. Вот возьмите, например, как только появилась услуга определить ребёнка в детский сад через электронную запись, вот это уже проблема, соответственно, и решается, и очень эффективно, соответственно, решается. Там, где делает эта электронная система, где нет человеческого такого фактора, например, может быть, даже система госуслуг, которая у нас сейчас активно развивается, и многие те или иные услуги теперь идут электронно. Начальник управления главы Крачево-Черкесии по вопросам противодействия коррупции Абрик Аджиев рассказал журналистам о том, какую проверку проходят кандидаты на те или иные должности. Поступала и информация критического характера, которая влияла на дальнейшее принятие решения о назначении либо не назначении лица. Активно в этой сфере сотрудничаем со всеми правоохранительными органами, в том числе и с прокуратурой. Даже из прокуратуры нам несколько раз поступала информация, которая влияла на назначение лиц на должности. То есть отказывали лицам в связи с той информацией, поступившей, что данное лицо причастно к коррупционным правонарушениям еще до прихода на службу. Чиновникам также порекомендовали внимательно заполнять свои декларации о доходах и расходах. За предоставленные ложные сведения тоже можно лишиться работы и получить статью. Атима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели. В Черкесске выбрали «Воспитателя года». Минувшую пятницу состоялся финал муниципального этапа конкурса профессионального мастерства среди педагогов дошкольных учреждений. Всего в нем участвовали 18 воспитателей из всех детских садов региональной столицы. В течение недели они проходили различные испытания, демонстрируя свои навыки работы с детьми. В финал вышли три участника. На заключительном этапе побывала Мария Клокова. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Кискарис Мурак. Я рад приветствовать вас в моем замке на игре «Форт Боярка». Захватывающий мир, приключений, хитрых загадок и удивительных тайн. К своему последнему заданию финалисты городского конкурса «Воспитатель года» подошли творческим. Наталья Кравцова подготовила для малышей квест по мотивам известной телевизионной игры «Форт Боярк». Это не просто развлекательное, но и обучающее занятие. Во время прохождения испытаний дети решали различные задачки насчет и логику. Наталья Кравцова в детском саду работает 16 лет. Участие в конкурсе – это хороший толчок к дальнейшему развитию профессиональных навыков. Хочу сказать огромное спасибо организаторам за то, что предоставили возможность поучаствовать в таком конкурсе «Воспитатели года». Мне очень понравилась и организация, и все критерии, которые существовали, мы их все достигли. Мы все выполнили как нужно. Поэтому я хочу сказать большое спасибо еще своей команде, своим коллегам, которые вместе со мной смогли дойти до финала. Для меня этот конкурс означает, что я наиболее еще чувствую себя профессиональней. Я чувствую, что мои дети во мне уверены. Хочу сказать огромное спасибо родителям, которые доверяют мне своих детей. Как отметили финалисты, конкурс «Воспитатель года» прежде всего – это возможность выйти за привычные рамки, испытать свои силы, посмотреть, как работают другие педагоги, перенять чужой опыт и поделиться своим. Альбина Урумова в конкурсе участвовала второй раз. Говорит, что конкурсные испытания обогащают и позволяют еще сильнее поверить в себя. Какое-то новшество узнаешь из других детских садов, какие-то новые технологии, новые методы. Конечно же, все равно, сколько не работаешь, все равно опыт какой-то приобретаешь. Поэтому я считаю, что такие конкурсы надо проводить, что эти конкурсы, конечно, многому обучают. Поэтому я считаю, что нужны эти конкурсы для дальнейшего своего развития. На последнем финальном испытании участницы конкурса должны были удивить, заинтересовать, удержать внимание детей, используя свое педагогическое мастерство. Жюри оценивали профессиональную гибкость воспитателей и умение действовать в разных нетипичных ситуациях. Конкурс направлен на профессионализм воспитателя, на его профессиональные качества, выявить талантливых педагогов у нас и, естественно, распространить передовой инновационный опыт уже среди дальше детских садов города. Уровень хороший, высокий уровень. Естественно, каждый детский сад, прежде чем отправить конкурсанта на конкурс, он уже внутри детского сада просмотрел. И из каждого детского сада лучший из лучших у нас принимали участие. Но, пожалуй, главные оценки конкурсантам поставили дети. Малыши с радостью участвовали в интересных опознавательных мероприятиях, проявляя сноровку, смекалку и демонстрируя свои творческие способности и знания. А вы знаете, что такое эмоции? Да! А что такое эмоции? Это когда мы изображаем на лице или грусть, или радость. Умница, молодец! Все участники показали себя как профессионалы высокого уровня. Но так устроены конкурсы, что победитель определяется один. По итогам заключительного тура жюри присудило первое место воспитателю детского сада номер 19 Зулете Кишаевой. Для финального задания она подготовила театрализованное представление, участниками которого стали дети. Смотрите, какое страшное! Что тут происходит? Нашу мужу, дружку, бабушку, хочет деду ее убить, за котовку подкупить. Малыши от представления остались в восторге. Зулета Кишаева работает воспитателем 15 лет. Это было ее детской мечтой. Признается, что просто не представляет себя в другой профессии. Своих воспитанников старается учить доброте, взаимовыручке, уважению к старшим и трудолюбию. Для меня это очень близко. Я люблю работать с детьми. Я отдыхаю на работе. Не могу сказать, что работа – это прям так… Для меня это удовольствие приходить каждое утро. Когда ты видишь свою работу на детях, это очень приятно. И работа с родителями немаловажна, конечно. Но это мое. Зулета Кишаева теперь будет представлять Черкесск на региональном конкурсе, который определит участника для всероссийского испытания. Мария Клокова, Миха Каракелян. Итоги недели. Фотография школьника из Черкеска Ростислава Пудакова попала на выставку в Новой Третьяковке. Наш земляк стал одним из победителей Всероссийского фотофестиваля. Ростислав и не думал, что снимок Эльбруса, сделанный во время отдыха в горах, получит такую высокую оценку профессионалов. Новость из Москвы для него стала неожиданностью. Надо отметить, что свои работы на фестиваль отправили более 4 тысяч школьников России. Но только лучшие из них были выставлены в залах, в которых представлены и снимки профессионалов. Было выбрано 100 работ, 100 работ победителей, из которых еще из этих 100 работ проводился конкурс. И 25 были выставлены в Третьяковской галереи. Я был очень сильно горд. И для меня была неожиданная новость, что моя фотография выпала в эти 100, а потом и 25. Я просто был на небесах отчасти, поскольку это огромная гордость для меня. В первую очередь я благодарен своей семье, своим родителям, поскольку они мне привели эту любовь, сами не фотографируют. Еще дедушка у меня обвлекался фотографией, занимался этим делом. Для нас всех это хобби всегда запечатлеть тот самый приятный и тот самый крутой момент на фотографии. В объективы фотографов попали самые красивые и труднодоступные места нашей страны от Калининграда до Камчатки. Уникальные снимки помогли побывать гостям фестиваля там, где редко ступает нога человека. Встретятся лицом к лицу с редчайшими обитателями животного мира, которые находятся под угрозой исчезновения. Первозданная Россия – один из самых масштабных фестивалей страны. С каждым годом он привлекает все больше ценителей красоты природы. В течение месяца работы фотографов, натуралистов выставляются в Москве, а затем путешествуют по городам России и другим странам. Вообще у меня очень много интересов и очень много хобби. Но на данный момент, после того, как побывал в Третьяковской галереи и после того, как мою работу оценили, я задумываюсь о том, чтобы связать свое будущее, связать свою жизнь с фотографией и, возможно, чем-то грандиозным. Единый государственный экзамен по базовой математике прошел в столице Карачао-Черкесии. Правда, сдавали его не будущие выпускники, а их родители. Вернувшись спустя годы вновь за парты, мамы и папы проверили свои знания, выполнив экзаменационную работу, аналогичную той, которую будут сдавать их дети. Во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями также приняли участие представители органов власти и общественных организаций. Как это было, расскажет Мария Клокова. Единый госэкзамен для взрослых организован так же серьезно, как и настоящая аттестация. Родители зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи и прошли через металлоискатель. В пункт сдачи экзамена можно было пронести только паспорт, черную гелевую ручку, питьевую воду. Как и положено, задание напечатали прямо в аудитории, провели инструктаж. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями по инициативе Рособорнадзора проводится уже в шестой раз. Ее главная цель – показать родителям, что ЕГЭ – это не страшно. Это уникальная возможность нашим родителям прочувствовать все, что процедуру проведения ЕГЭ, как наши дети от момента прохождения в пункт проведения до инструктажа, заполнения бланков и заполнения самих бланков. Это уникальная возможность поменяться местами, чтобы родители сами психологически настроились и настроили наших детей спокойно в штатном режиме сдавать единый государственный экзамен. Сдавали мамы и папы выпускников базовую математику. Это обязательный предмет для участников ЕГЭ. Специально для акции разработали сокращенные варианты экзаменационных работ. Экзамен длился меньше часа. Родители признались, что поначалу сильно волновались, но справиться с волнением помогало то, что все подробно объясняли. Каждый приобрел полезный опыт. Очень приятно, организовано все. Во-первых, поразила школа 17-я, светом, теплом, коллектив очень доброжелателен, внимателен каждому из нас. Если также внимательны будут к нашим детям, очень бережно, тактично, все понятно, доходчиво объясняют. То есть человек, если подготовился к экзамену, если он все 11 лет учился, внимательно слушал в этих стенах то, что вещают наши педагоги, я думаю, что справиться могут. Ничего сложного. Главное и знания свои показать. И все. А так всем ученикам желаю успехов. Ничего сложного. Просто поверить в себя, прийти, сделать и уйти. Родители школьников порой боятся единого госэкзамена больше, чем сами выпускники. Развеять страхи и различные домыслы как раз и призвана акция сдачи ЕГЭ взрослыми. Это помогает им снять лишнее психологическое напряжение и правильно подготовить своих детей к экзамену. Ребенок учился 11 лет. Естественно, он изучал предметы, он дополнительно занимался, изучал дополнительный материал. Конечно, он готов к этому экзамену. И материал экзамена предусматривает то, что ребенок, любой ребенок должен справиться с этим материалом. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Но это все усвояемо и это все проходится. Поэтому родителям нужно правильно настроить ребенка, не волновать их зря, особенно перед экзаменом. И наоборот, вселить в них уверенность, чтобы они вспомнили все-все самые свои отдаленные правила и вовремя могли ими воспользоваться. Вместе с родителями выпускников проверить свои знания и посмотреть, как проходит. Единый госэкзамен пришли представители органов власти и общественных организаций. Теперь я понимаю, почему волнуются дети. Я давно не сдавал экзаменов, но вот сегодня зашел, волновался. Внимательно слушал то, что говорят преподаватели. Достаточно внятно они объяснили, как заполнять бланки, что нужно делать в различных ситуациях. То есть, ну, мне кажется, все было достаточно на высоком уровне. Подготовленность специалистов тоже видна. То есть, видно, что они не первый раз участвуют в ЕГЭ. При нас распечатали все бланки, раздали. В общем, все прошло достаточно удачно. Время подготовиться к единому государственному экзамену еще есть. В этом году основной этап для выпускников пройдет с 26 мая по 2 июля. Главное, что требуется от родителей – поддержать своих школьников и настроить на успех. И тогда они справятся. Мария Клокова, Миха Каракелян. Итоги недели. А теперь немного о спорте. С начала марта в физкультурно-оздоровительном комплексе юбилейной города Черкеска состоялись сразу два представительных турнира по спортивным единоборствам. Так, на Кубок президента Союза Тэквондо России в столицу Карачева-Черкесии съехалось более 800 спортсменов из 34 регионов страны. А с 11 по 14 марта в этом же зале проходил 6-й всероссийский турнир по борьбе с самбо, посвященный памяти депутата Народного собрания Карачева-Черкесии, мастера спорта международного класса Мухаммеда Кунижева. 5 и 6 марта спорткомплекс юбилейный города Черкеска вновь стал местом проведения всероссийских соревнований Кубок президента Союза Тэквондо России. Более 800 спортсменов со всей страны боролись за 40 комплектов медалей. Для их обладателей они станут не просто спортивным трофеем, а промежуточным этапом для ещё более высоких достижений. Ведь призёры соревнований автоматически получают путёвки на первенство России. Они могут дополнительно здесь получить путёвку и реализовать себя. Может быть, кто-то у себя проиграл как-то, может, валил или же одну очко проиграл. Поэтому он может здесь наверстать это всё. По итогам соревнований тхеквандисты из Карачаева-Черкесии завоевали пять бронзовых и одну серебряную медаль. В командном же зачёте победителями среди кадетов стали спортсмены из Кабардино-Балкарии, а кубок среди юниоров отправился в Самарскую область. Спустя неделю в этом же зале прошли ещё одни всероссийские соревнования. Турнир по борьбе самбо памяти депутата Народного собрания КЧР, мастера спорта международного класса Мухаммеда Кунижева проводится в республиканской столице уже в шестой раз. Команды приехали из трёх федеральных округов. Приворский, Северокавказский, Южный федеральный округа. 147 участников, очень замечательные ребята, очень много призёров, своих федеральных округов, чемпионов. И призёры России даже есть в этом возрасте. 147 участников и 16 команд. Возрастная категория участников от 14 до 16 лет. Данный турнир также имеет статус отборочного. Победители состязаний представят свои регионы на первенстве России. При таких высоких ставках неудивительно, что страсти кипели как на самом борцовском ковре, так и за его пределами. Тренеры, переживающие за своих воспитанников, то и дело апеллировали к судям, а те, в свою очередь, обращались к системе видеоповторов. В эти моменты эталоном невозмутимого спокойствия был разве что заслуженный тренер России Вячеслав Куренович Пчёлкин, воспитавший целую плеяду выдающихся спортсменов, в том числе и чемпиона мира подзюдом у Хамеда Кунижева. Что вы можете посоветовать родителям, в основном мамам, которые боятся отдавать своих детей, сыновей, говорят, что травмируются? Сейчас надо отдавать в секцию, в любую секцию. Где-то надо за себя постоять. Это тоже воспитывается именно в единоборствах. Сейчас дети, они окунулись в соцсети и так далее, и тому подобное. И они не могут общаться уже друг с другом. А здесь в самбо, допустим, или другой вид какой-то спорта, всё-таки контакт. Здесь могут и обидеться, могут и похвалить, могут чувство радости. Ведь ни с чем не сравнимое чувство радости, когда особенно у мальчиков чувство победы – это великое чувство. Ведь мужчина должен стремиться к победе. Стремление к победе для десятка юных самбистов из Карачаева-Черкесии дало положительные результаты. Теперь призёры турнира готовятся уже к первенству России, которое пройдёт в июне в городе Новороссийске. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели. На сегодня всё. Все наши репортажи, а также необходимую информацию вы можете посмотреть на официальном сайте телекомпании «Черкески» и на наших страницах в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин